В Ташкенте стартовала неделя активных граждан. В течение пяти дней она объединит представителей негосударственных, некоммерческих организаций, институтов гражданского общества, министерств и ведомств, местных органов власти, средств массовой информации, гражданских активистов, экспертов. В центре внимания обсуждение перспектив развития гражданского общества в стране в рамках стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Неделя активных граждан организована общенациональным движением Юг-Салыш совместно с партнерами. Неделя активных граждан — это 18 городов, более 30 разноформатных мероприятий, свыше 3000 участников. Эксперты признают, что с трансформацией политического имиджа Узбекистана изменилась риторика и в гражданском обществе. Если в 2017 году органами юстиции было зарегистрировано лишь 60 ННО, то в 2021 этот показатель составил 448, то есть в 7,5 раза больше. В целом за последние пять лет зарегистрировано более 1000 ННО. Наблюдается динамика роста финансирования инициатив общественных организаций. Так, только в 2021 году на эти цели выделено 75,8 миллиардов сумм, что в 6,5 раза больше, чем в 2017. Классная работа неправительственных организаций в Узбекистане, она дает свои хорошие результаты. Почему? Потому что, во-первых, мы интегрируемся как внутри страны, на базе своих проектов, так и за рубежом. В этом очень большая заслуга нашего президента. То, что мы сейчас, как представители ННО, можем участвовать в общественных советах государственных структур. То, что мы можем, значит, подавать свои какие-то предложения в государственные программы. Проведение вот этой недели активных граждан, это такая сильнейшая платформа, вот мы сегодня только, где мы можем не только обмениваться своим опытом. Это для нас очень большая мотивация. Неделя активных граждан призвана стать площадкой для конструктивного диалога между всеми участниками трансформационных процессов. Продолжение договора о стратегическом партнерстве стал договор о союзничестве, который был подписан буквально в декабре 21-го года. Тем самым открыт новый этап казахско-узбекского сотрудничества. Стабильность Центральной Азии нужна нам всем. Многое выкрепление дружбы и добрососедства может внести гражданское общество. Отмечалось, что принятие в прошлом году концепции развития гражданского общества в 2021-2025 годах еще раз продемонстрировало приверженность страны дальнейшему развитию гражданского общества и укреплению роли общественных институтов. Те привилегии, которые даются сейчас, сокращение сроков рассмотрения регистрации, дополнительные возможности, где людям с инвалидностью, женщинам, ветеранам делают почти 50-процентные скидки. Они, конечно, дают веру гражданскому обществу для того, чтобы они вносили свой вклад в жизненно важные вопросы на самом деле. Картина, которая была пять лет назад, заключалась в том, что вроде бы было гражданское общество, но все были сами по себе. Данное мероприятие, гражданский общественный, можно сказать, форум, он уже проходит второй год, и второй год он объединяет таких уникальных людей, которых можно назвать героями среди нас. Как известно, запущен процесс конституционной реформы. В ее основе человек, его права и законные интересы. Так, ранее действовавший принцип государства-общества-человек предложено заменить на новый человек-общества-государства. Основная цель данного мероприятия – это активизировать институты гражданского общества, осуществить взаимосвязь между государственными учреждениями при конституционных реформах, а также при реализации новой стратегии Республики Узбекистан. В рамках недели планируется провести экологический форум, форум инноваций современных участий в институтах гражданского общества. Кроме этого будут затронуты такие темы, как инклюзивное образование, защита прав женщин, гендерные вопросы. Во второй половине дня представители госструктур, деловых кругов и общественности обсудили актуальные аспекты внедрения принципов корпоративной социальной ответственности и продвижения высоких этических критериев при ведении бизнеса в Узбекистане.